Выдающееся развитие на Руси в домонгольское время получило художественное ремесло. В русских городах работали ремесленники более ста специальностей. Исключительного расцвета достигло ювелирное искусство. Большим спросом на мировом рынке пользовались ювелирные изделия, выполненные в техниках чеканки, скани, гравировки, черни по серебру, зерни, перегородчатой эмали. К числу наиболее развитых ремесел относится и кузнечное дело. В Западной Европе особенно славились изготовленные русскими кузнецами самозатачивающиеся ножи, сложные замки, состоявшие более чем из 40 деталей. Значительное распространение получило производство оружия – кольчуг, сабель, колющих мечей. В XII-XIII веках появились арбалеты и граненные стрелы к ним. С середины X века было широко развитое изготовление кирпича, многоцветной керамики, обработка кожи и дерева. Народное прикладное искусство являлось основой для дальнейшего развития архитектуры и живописи. Чернь – вид ювелирной техники, при котором изображение наносится гравировкой на золото или серебро с заполнением штрихов черневым сплавом. Финифть – прочное стеклообразное покрытие, наносимое на металлический предмет и закрепляемое обжигом. Скань – вид ювелирной техники, изготовление украшений из тонкой проволоки. Зернь – техника изготовления ювелирных изделий, когда мелкие серебряные или золотые шарики напаиваются на орнамент. Древнерусское изобразительное искусство развивалось под значительным влиянием христианской религии и было тесно связано с культовым строительством. Внутренние стены храмов богато украшались фресками, мозаиками, иконами. Появление письменных памятников привело к возникновению книжной миниатюры. В Древней Руси под миниатюрой понимали красочную иллюстрацию и называли ее «рукопись лицевая». Скульптура была представлена в основном резьбой по дереву и камню, использовалась в украшении стен и храмов. Фреска – это живопись водяными красками по сырой штукатурке. Первые фрески были выполнены греческими мастерами. Изучение сохранившихся фрагментов фресок Софийского собора в Киеве приводит к выводу о влиянии русских традиций на живопись византийских мастеров. Основная тематика фресок – изображения святых, евангельские сцены, но встречаются и фрески с изображением светских лиц, сыновей и дочерей Ярослава Мудрого, и бытовых сюжетов – охота, выступления скоморохов. Мозаика, как вид изобразительного искусства, была известна в Киеве в X-XI веках. Техника мозаики также была привезена на Русь византийскими мастерами. Изображение набиралось из смальты, специального стекловидного материала. На Руси мозаика употреблялась в основном для украшения произведений декоративно-прикладного искусства. После XII века мозаичная техника в русских храмах почти не использовалась. Первые иконы на Руси появляются в X веке. Они были привезены на Русь греками из Византии, и русское иконописание находилось под влиянием византийской школы. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери с младенцем на руках – Владимирская Богоматерь. Выполненное неизвестным греческим живописцем на рубеже XI – XII веков. Характерными особенностями иконописания, независимо от местных традиций, являются плоскостная композиция, обратная перспектива, символика жестов и цвета. Особенно тщательно выписывались лицо и руки, которым уделялось главное внимание. Все это должно было способствовать восприятию иконы как божественного изображения.